Впервые подобное мероприятие на курорте прошло в 2012 и получило большую популярность. В итоге сегодня этот марафон ждут и к нему готовятся. Для выявления лучших команд в районах провели отборочные туры. На финальных соревнованиях сильнейшие прыгуны продемонстрировали, что упражнения на скакалке развивают силу мышц, координацию, скорость, выносливость и реакцию. Многие наши ребята показывают очень серьезнейшие результаты, а тем более мы все знаем о том, что скакалка является основой для многих спортсменов, тем более такие как бокс, как легкая атлетика и так далее. Поэтому для нас это очень важно проводить подобные мероприятия, тем более они идут у нас как отборочные. Сегодня куба главы, открытый куба главы. И мы соответственно сегодня получим сильнейших ребят, которые в дальнейшем будут уже представлять наш город в Сочи на этих мероприятиях. Скиппин-марафон «Прыгни в лето» – это своеобразное начало здоровительной детской кампании, отметили организаторы. И именно таким образом сочинские школьники совершили большой и дружный прыжок в лето. Здесь на площади собрались самые талантливые дети, талантливые именно в том, как можно виртуозно, пилигранно скакать на обыкновенной скакалке. Четвертый год мы уже собираемся вместе с вами и каждый раз вы нас поражаете своим талантом. В этом году впервые в судейскую коллегию городского фестиваля по прыжкам на скакалке вошли представители федерации скиппинга, которые к тому же провели для сочинских ребят мастер-классы. В целом же борьба со скакалками в руках на городской площади развернулась нешуточная. Школы подготовились основательно. В итоге третье место заняла команда средней школы номер семь. Вторая ступень пьедестала за учащимися одиннадцатой школы. Лучшими же прыгунами и обладателями Кубка главы Сочи в скиппинг-марафоне «Прыгни в лето» стала команда школы номер два. Кстати, второй год подряд. Скакалка или как ее еще называют тренажер прыгучести – хороший способ развивать интерес к физической культуре у детей-подростков, уверены в администрации Сочи. К тому же это доступный способ для поддержания и укрепления хорошего физического состояния растущего организма.